Парламент Состояло в том, что парламент действительно был слепком сообщества. Так как расколота Украина и нет объединавших идей, их не очень много. Вот такой же парламент в разобранном виде. Он все время патовый был. Он все время был патовый. А сейчас этот парламент должен взять власть. И эту патовую ситуацию нужно преодолевать, потому что иначе не будет парламента. Потому что тогда при Леониде Даниловиче и просто при сильной президентской власти парламент мог себе позволить побаловаться и не быть таким механизмом непосредственной власти. А сейчас он становится механизмом непосредственной власти. Поэтому у меня такое чувство тревожное было, когда я попал. Я просто посмотрел, что опять парламент в патовой ситуации, но нужно создавать механизм работы. И вот у меня готового ответа такого нет. А народ, который идет за тобой, твой отряд рота, взвод, полк, собирательный портрет этого полка, рота, взвода? Что это за люди, которые хотят увидеть перемены в течение своей жизни. А живем мы сегодня не очень долго. Быстрых перемен. И они возможны. Каких? Справедливых. Скажу такой неполитический термин. Справедливых перемен. Ведь мы все понимаем, что происходит несправедливо. Мы все это понимаем. Или мы делаем вид, что мы не понимаем. Так вот, Юлия Владимировна будет так долго и настолько Юлия Владимировна, пока она будет вот этот принцип не очень популярный в политике. Как говорят, что да ну что вы, до справедливости не бывает. Есть справедливость. Вот сейчас идет такая игра в русский язык, то есть это игра. А за этим стоит просто символическое обозначение, желание быть в геополитической связи неразрывной с Россией. Так вот, если регионы или играют в эту игру, или не будут проводниками этой идеи. А я говорю, что сегодня течение истории выбрало как русло партию регионов. И течение этой истории разорвет это русло. Это движение намного шире. Как вы считаете, а что все-таки за эти пять лет изменить не удастся и что нам всем все же придется пережить? Что придется пережить? Череду кризисов. Это будет не один, это будет череда кризисов. Череда кризисов. Вот к этому, если бы, как бы, правительство откровенно сказало, если бы люди верили правительству и понимали, что это не просто кризис. Знаете, болеть же можно бесконечно, а потом умереть. А можно болеть и выздоравливать. А мы болеем, 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 болеем. Там меняют врачи, я имею в виду премьер-министров. И каждый приходит и говорит, да, тут врач, он никудышный. А вот я знаю, как лечить. Или же обманывает. И в очередной раз. Так вот, а нас снова ждет череда кризисов. Потому что не решены основные проблемы. Вот эта внезапно обретенная Украиной независимость, внезапно, без, не надо там себя обманывать, она досталась, ну скажем так, почти что даром. Вот цену, мы должны понять и понять, готовы мы ее заплатить или нет. Она нам досталась очень легко. Могут же говорить, а нужна ли она была, не нужна там, этот вопрос другой. А что такое эта независимость? А связана ли эта независимость со свободой? Или же это просто независимость без свободы и новая форма несвободы? Это уже другое. Один вопрос. И второй вопрос. Нужно наконец решить наши отношения с Россией, с Европой и так далее. Еще раз повторяю, что за эти пять лет нам нужно просто взять историческую паузу. Не форсировать событий. Не форсировать.